Хочу на море Хочу на море Мы опять в Питсунге На этот раз 3 января Я вам скажу, это была замечательная идея поехать сюда А замечательная она была потому, что сегодня и все дни, пока я здесь был 1, 2 и 3 января на улице стояла температура дневная Плюс 17, плюс 19 градусов днем И то в тени А на солнце доходило до 38 градусов Брал с собой градусник, он показывал 38 градусов Все дни стоят солнечные Ни дождя, ни облаков, ничего нет Ветра тоже почти нет Теплынь, красота, просто великолепно В том году я ездил с сестрой и племянниками В этом году я решил привезти, посмотреть на природу Абхазии в январе мамку И мы с мамкой приехали сюда на машине И долго не размышляя, сняли домики, которые я снимал год назад База гранат Питунги Вот он заходит позади меня Отличная база Домики прямо с видом на море До моря метров 30-40 Отличное расположение Расположение отличное от того, что эти домики находятся в глубине Питунской бухты Слева они закрыты от всех ветров Справа также закрыты от всех ветров И здесь самое спокойное море Самое спокойное Даже если самой Питунги шторм То здесь море тихое Волн нет Берег Это галька Галька мелкая И средних размеров Что очень удобно для купания Нет больших валунов По которым неудобно выходить в воду Но в самой воде Чуть покрупнее камни Но это также не доставляет неудобства Температура воды 11-13 градусов Так что если вы закаленный То можете спокойно еще поплавать Но я не решился Воду попробовал Для меня она немного прохладная Ну а так Очень можно даже искупаться Также огромный плюс этого пляжа Это то, что он очень широкий Огромная ширина И малое количество людей Ну сейчас понятно дело 3 января Ну и летом здесь Говорят местные Примерно такая же история Но есть люди Но не в таких количествах Как в какой-нибудь Кабардинке Или Архипа-Осиковке И в том Также в Сочи Здесь намного меньше людей Намного спокойнее И приятнее находиться То есть все те Кто любит Уединенный отдых Где не так много Народу Это замечательное место Именно для таких людей И подойдет оно И приехав сюда в январе Вы получаете Огромную радость От контраста Между погодой у вас на севере И погодой здесь И не стоит обращать внимание На большое расстояние Которое отделяет вас От этого места Также сейчас сезон Мандарина Апельсина Сушеные хурмы Все здесь очень дешево В пределах 50 рублей За килограмм То есть любителям цитрусовых Сюда прямая дорога Для любителей отдыха С палатками Здесь тоже можно найти Место Куда ее поставить Никто вас не тронет Все здесь тихо И спокойно Непосредственно к домикам Примыкает сосновая роща Сосновая роща Спецунской сосны И тянется Вплоть до самой Пицунды До самого мыса Пицунда Можно прогульнуться В тени сосен Если вы приедете летом То это очень удобно Так как Днем это спасает от жары В другую сторону В сторону Мюсеры Находится Так называемый Песчаный пляж Где Очень мелкая щебенка Это не песок Ну и не камень Как ракушечник такой Очень много людей Туда тоже Хотят попасть Именно из-за этого пляжа Там ущелье Поселок Тоже есть там гостиницы До него приблизительно Километра полтора Пешком по берегу То есть при желании Кому интересно Можно пройтись туда На один пляж сходить Надоест Сходить в сосновую рощу В сторону мыса Пицунда В прошлом году Эта база отдыха Состояла из семи домиков С видом на море Они двух и трех местные А также Несколько номеров Они считаются семейными Там на четыре Даже пятером мы там ночевали И всем хватало места В этом году Добавляется еще несколько домиков Вот там работают рабочие Еще добавится Четыре дополнительных домика И будет их всего Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Десять домиков Маленькие И также те еще номера Которые на большую компанию Зайдем поближе Рассмотрим их Как они выглядят Что из себя представляют Что у них внутри В этих домиков Вот такие вот домики Это наш домик Который снимаем мы Два окошка Дверь Распашная Деревянная С верандочкой На которой стоит Столик Есть столик Лавочка Также у каждого домика Два лежака Их можно взять Поставить Или на веранду Можно поставить Или рядом с домиком Можно поставить Есть освещение на веранде Такая вот здесь Лампочка Не видно, не видно Вот такой вид Вид Нашей веранды Сосна Растения Зеленый трак Море Великолепный вид Очень удобно И главное Что Сделал 20 шагов И ты Около моря Пройдемте вдоль Домиков И посмотрим Как они выглядят Поближе Вот такие они Все одинаковые И Те как и были Новые Дома Все аккуратненькие Почти закончена Работа уже То есть летом Добавится еще Четыре новейших Домиков Помимо того Что в каждом номере Есть Чайник Холодильник Сковородка Кастрюля Там ложки Винки Рюмки Есть еще Общая кухня На которой Можно помыть посуду Также Воспользоваться Всем необходимым Также есть Холодильник Плитка Имеется В общем Все что надо Все вы здесь Пойдете Все здесь есть Здесь можно Пообедать Столики Лавочки Также С виду на море Просто Отлично Пойдемте Покажу Как выглядит Дом Изнутри Снаружи Мы посмотрели Теперь покажем Что из себя Представляет Само помещение Внутри Как заходишь С правой стороны Ну в нашей По крайней мере Комнате Так Шкаф Шкаф Здесь полочки Справа Можно повесить Какую-то одежду На вешалке Холодильник Небольшой С морозилкой Весь Необходимый Набор Посуды Ложки Вилки Тарелки Бокалы Рюмки Сковородка Разделочные Доски Дальше С левой стороны Сразу Односпальная Кровать И Большая Двуспальная Кровать Также Имеется Зеркало Имеется Зеркало Кондиционер Который Работает Как на холод Так и на тепло Электрический Чайник Есть Две Тумбочки Одна Здесь еще Вторая Но мы Передвинули Розетки Вешалочки Имеются Есть Телевизор Над входом Окошки Очень Симпатичные Аккуратные Занавески Что еще Пол Доски Покрашенные Доски Заходим В ванную Санузел Здесь Сразу У нас Умывальник Зеркало Зеркало Унитаз Бумага Уже Была У нас И душевая Кабина Аккуратная Душевая Кабина Который Очень Удобно Мыться Есть И Холодная И постоянно Горячая Вода И Нет Шторка Одна Висит Как Очень Часто Бывает А то И без Шторки Когда Все Вместе Брызги Во все Стороны И приходится Каждый раз Намывать Пол А это Очень Удобно Все Продумано И Комфортно В углу Также Находится Полочка На которой Можно Поставить Свои Малинорыльные Принадлежности Какие-то Имеется Фен Вот он Фен Вешалка Освещение И в углу Вытяжка Все Очень Даже Хорошо Также Огромный Плюс Расположение Этих домов То Что Они Выходят На солнечную Сторону Особенно Это Удобно Для тех Кто Хочет Отдохнуть В холодное Время Года Начиная С ноября И Там Январь Декабрь На новый год Кто хочет Приехать То есть Окна Выходят На южную Сторону И Солнце Светит Именно В окошко И Очень Удобно Греться Добаваться Морем И Нежиться На солнце Только что лежали Загорали На веранде Вот здесь На этих лежаках Лежали Загорали И мамка Заявила Только что Что жарко Невозможно Пойдем В холодок И зашли Вот сюда В нашу комнату Чтобы внутри Побыть Ну да Здесь вроде бы Как даже Прохладней Да Вот наша комната Да Это 3 января И мы сидели Сидели Запарились И пошли В тенек Потому что Ну жарко Просто жарко Печет Такая вот Интересная история Получилась Здесь Что еще Я не сказал Хозяева Этих домиков Зовут их Александр И Лариса Отличные ребята Очень внимательные Вежливые Культурные Что надо Решат Любой вопрос Номера телефонов Оставлю В описании Чтобы вы Смогли Позвонить им И договориться О снятии Этого Жилья Всем интересен вопрос О стоимости Этого жилья Стоимость Одного дома В сутки Неважно Сколько человек Туда заселится 3000 рублей Летом Возможно Будет подороже Цены меняются Но Дорого Это Или дешево Решать Каждому самому Но Те Плюсы Которые Есть У этого места Они Несомненно Это Удобное Расположение Близость К морю Уникальное Я бы сказал Расположение Магазины Рядом Все можно Приобрести В Питсунде Рынок Есть Кто не на машине Ходит Маршрутки Можно Доехать И до Гагры И до Питсунды В общем Это того стоит 3000 Не такие Большие Деньги Если ехать Втроем Это по 1000 Человека Так что Всем Кому Интересно Кого Заинтересовало Это место Приезжайте Отдыхайте Я думаю Вы не пожалеете Я еще раз Сюда Обязательно Вернусь Не знаю Летом Или осенью Или зимой Не важно Всегда здесь Хорошо Немноголюдно Красиво И тепло Всем пока Спасибо за субтитры Субтитры